Доброе утро! Привет всем, ребят! Наконец-то я попала в аэропорт Абу-Даби. Он просто огромный! Сегодня впервые улетаю с аэропорта Абу-Даби. Мне все нравится. Огромный комфортный аэропорт. И что самое главное, я сижу на таком мягком кресле. Спокойненько сидишь, ждешь посадки в мягком кресле. Ну, то есть все очень комфортно. Главное, немного людей. То есть я прошла паспортный контроль и все остальное буквально за 5 минут. Вот, смарт-гет здесь тоже стоят. То есть просто подходишь, сканируешь прадушку глаза и спокойненько себе проходишь. То есть мне все нравится. Аэропорт огромный, красивый. То есть все здорово. Всем приветик, ребят! Я уже в отеле в Бахрэне. Отель называется Ротана Даунтаун. Отель достаточно новый. Находится прямо в центре Манавы. Номер у меня будет на 17 этаже. Поэтому сейчас пойду и покажу вам, в каком номере я буду жить. Ну, в общем, смотрите, ребят. Вот так вот выглядит холл этого отеля. Вот здесь какая-то вот диковинная скульптура стоит. Даже не знаю, как вам ее показать, с какой стороны. Потому что отсвечивает. И вот здесь вот находится кафе. Ну, а я уже немножко подустала после перелета. Хотя летело всего час. Но хочется уже пойти немножко отдохнуть в номере. Ну, а потом по достопримечательностям. Ребят, смотрите, какой этот потрясающий вид на трейд-центр. То есть торговый центр, который находится в Бахрэне. То есть я нахожусь в самом центре Манавы. И только что вышла из лифта. И вот такой вот здесь вид. Номер у меня 1712. И отсюда тоже открывается шикарная панорама на город. Так что будем жить в небоскребах. Ну, в общем-то, вот, ребят, зашла я сейчас в мой номер. Вот так вот выглядит номер. То есть здесь душевая кабинка. Косметики, правда... А, нет, есть. Вот там вот она стоит вся у меня, косметика. Вот так вот выглядит туалет. Душ. Ну, полотенце все есть. На полотенцах написано Ротана. Понятное дело. Вот здесь у меня в шкафчике курточка уже моя висит. Тапочки. Гладильная доска. Сейф. Коврик для молитвы. И вот так вот выглядит сам номер. То есть вот такая вот кровать. Ну, как бы номер неплохой. Честно могу сказать. Все так, как должно быть. Единственное, что здесь, конечно, нет балконов. Вот это вот грустно. Но все остальное в Ротане очень даже неплохо. И вот если мы подходим к окну, то отсюда открывается вот такой вот шикарный вид на город. То есть вся Манамо как на ладони. И нахожусь я в самом центре. То есть у меня рядом в пешей доступности находится рынок центральный Манамо. Все никак не могу запомнить, как он называется. А рядом находится Бахрейн-бэй. Шикарная набережная. И мечеть Аль-Фатиха, в принципе, тоже недалеко. 10 минут езды на такси. То есть в центре всех основных достопримечательностей. Ну вот, ребят, смотрите, нашла еще одно интересное здание в Бахрейне, в Манаме. Конечно, зданий здесь красивых не так много, как в Эмиратах. Но все равно они тоже есть. Ребят, вообще крутяк. Мне нравится. Пешеходных переходов, как таковых, нет. Называется, успел перед машинами, пока они стоят перейти. Значит, успел. Ну, не успел, значит, не успел. Я зашла в торговый центр. С какого-то входа меня послали. Здесь очень красиво. Потому что здесь вот такие вот везде зеленые растения. Ну, в общем, круто. Оказалось, что это вход в торговый центр Мода Мол. То есть, вот так вот выглядит самый дорогой торговый центр в Бахрейне. Ну, понятно, вот Чирон Константин. Да. И все остальное. Кроме меня, по-моему, здесь особо никого и нет. Ну вот, ребят, Шепард. А вот здесь вот такая вот красота. В центре. Не знаю, что такое. Сейчас поближе подойду, посмотрю. И никого. И Тиффани. Оказалось, что в самом высоком здании в Бахрейне, то есть в торговом центре, нет никаких смотровых площадок. И его просто-напросто не посмотреть. Поэтому посмотрю немножко торговый центр Мода Мол. И уже поеду на набережную Бахрейн-Бэй. Грустно. Если бы это здание было в Эмиратах, там бы обязательно сделали бы смотровую площадку. В торговый центр в Бахрейне, ребята, никак не попасть. То есть вот такое вот красивое здание. В нем находятся только офисы. То есть нет ни смотровых площадок, ни кафе, ни ресторанов. Вот такая вот грусть. Ребят, всем еще раз приветик. Я приехала на набережную Бахрейн-Бэй. Но честно могу вам сказать, что здесь ведется какая-то грандиозная стройка. То есть рядом строится огромное количество зданий, отелей новых. Сзади меня вот торговый центр Бахрейна. И рядом здесь находится отель Фор Сизен. Вот я думаю, наверное, заглянуть в Фор Сизен. Может быть, там есть какое-то место, откуда можно полюбоваться Бахрейном. Не знаю, даже видно вам или нет Фор Сизен. Нет, наверное... А, вот он, вот он, да. Вот так вот я когда присела, то вам видно этот огромный небоскреб. Так что, пожалуй, зайду в Фор Сизен и попытаюсь найти там хоть какую-то красивую панораму, которую можно увидеть из ресторана или из кофешопа. Очень надеюсь, что хотя бы в Фор Сизен где-то есть ресторан или кофешоп с видом на Бахрейн. Ребята, оказывается, я до набережной еще не дошла. То есть сейчас я уже до нее дошла. Это было в самом начале, когда я для вас снимала. И вот сейчас я смотрю прямо на отель Фор Сизен. Да, а вода здесь, посмотрите, какая красивая. Сейчас я вам покажу цвет воды. Вода прозрачная и такой вот, знаете, изумрудный цвет. Ну, правда, плавают тут кое-где водоросли. Но все равно здесь очень красиво. Здесь вот даже есть какие-то прогулки на лодочках, на яхточках, на таких небольших. Пойду попытаюсь узнать, можно ли прокатиться на яхте. И вот такой вот здесь, кстати говоря, ребят, красивый стеклянный мост. Сейчас я вам покажу. Посмотришь в одну сторону, красота. Посмотришь в другую сторону, тоже красота. Так что вот такая вот она набережная Бахрейна. Кругом здесь ресторанчики, кафешки, море чаек. Ну, то есть тоже интересно. Такая вот шикарная прогулочная зона в Манаме. Когда я тут зашла в арабский ресторанчик, который находится на набережной, мне стало страшно. Знаете почему? Потому что я тут, походу, одна русская. Я не знаю почему-то. Русских вообще нет по хрени. Может быть, просто сейчас есть СИЗО. Я реально здесь сижу, одна русская. Вот и все. Ресторан снимать не буду, чтобы людям просто-напросто не мешать. Но поверьте мне, что вокруг меня здесь сидят только арабы. И еще то, что самое смешное, в этом ресторане нет Wi-Fi. То есть я-то понадеялась, что Wi-Fi будет везде, не только в отеле. Но оказалось, что его здесь просто-напросто нет. Но в любом случае здесь красиво, поэтому я сижу, а потом еще хочу прокатиться на лодке. Но пока нет много желающих на лодке прокатиться, поэтому мне сказали подойти чуть попозже. Поэтому поем, потому что я уже, конечно, на лодке и уже потом отправлюсь на лодочку. Вот такой вот здесь салатик с гранатом зеленый. И вот такой вот хлеб с сыром. Вот, кебабы были все большие, я подумала, что я не съем. Поэтому вот такой вот хлеб у меня с сыром и с затором. Ну, не знаю, буду пробовать. В общем, всего много. Как во всех арабских ресторанах. Ребят, купила вот такой вот билетик на лодку. Он стоит 2 украинских реала. И сейчас поеду на 15-минутную прогулку. Так вот, ребят, выглядит кораблик, на котором мы сейчас поплывем. В общем-то, ребят, жилеты нам раздали. Поэтому я вот так вот при параде, как говорится, сейчас уже поеду кататься на лодке. То есть прогулка занимает 15 минут. И стоимость 2 бахрейнских динара. Ну, надо посмотреть бахрейн. Как безводные прогулки-то. Ребят, ну вот такая вот красота. Вот он Four Seasons отель Бахрейн. Наверное, в следующий раз я приеду сюда. Потому что реально, мне кажется, из окон этого отеля открывается самый шикарный вид бахрейна. А вот с этой стороны стоит еще одно такое красивое здание. Как бы оно, видите, немножко развернутое. Это отель Витхам Гранд. Ну и здесь, ребят, в Бахрейне тоже грандиозная стройка. Потому что они вот здесь строят продолжение бульвара. То есть везде подъемные краны. Строятся новые отели. Ну, видимо, Бахрейн тоже собирается активно развивать туризм, я так понимаю. Это был то, чтобы скорее всего ещё в доброту искуп dodать し лёда к覓у. С university ей Продолжение следует... Ребят, смотрите, какой интересный дизайн мечети. И вот этот вот куб, это мечеть. Там очень красивый дизайн. Ну а сзади стоит офисное здание, вот этот огромный прямоугольник. А еще, ребят, смотрите, здесь есть вот такая вот шикарная смотровая площадка на набережной. Откуда можно любоваться и отелем Four Seasons, и, соответственно, можно любоваться трейд-центром в Бахрейне. И новыми красивыми зданиями, которые стоят вот здесь вот на набережной. Ну что, ребят, красота, конечно, страшная сила, потому что вот с этой вот смотровой площадочки открывается тоже шикарный вид. Точно так же, как и с яхты, и на отель Four Seasons, и на новые красивые здания Бахрейна, и на торговый центр Бахрейна. Вот он, сзади меня. И на новые здания, которые строятся здесь на набережной. Вот такие вот шикарные, красивые, жилые здания. Ну, в общем, мой первый день в Бахрейне проходит просто отлично. Ну что я вам хочу сказать, все водные виды спорта здесь есть, то есть можно здесь и на байдарках прокатиться. То есть народ отдыхает в полную силу. Можно на катамаранах поплавать. То есть все водные виды спорта здесь есть. Еще, ребят, здесь вот такие вот красивые кафешечки есть, но я уже просто в арабском ресторане поела, поэтому меня на эту кафешку не хватит. Но в любом случае, вот такие вот красивые кафе с видом на панораму Бахрейна здесь тоже есть. А потом я все-таки решила зайти в отель Винхам Гранд, который находится в Монами. Ребят, абсолютно новый отель 2018 года. То есть здесь все так, как и должно быть. То есть мне безумно понравился этот отель. И самое главное, вид шикарный. Самое высокое здание в Монаме – это отель Four Seasons. Высота его 270 метров. Но есть еще одно архитектурное чудо в Бахрейне – это United Tower Monama, высота которого 189 метров. И внутри которого расположен отель Винхам Гранд Монама. Всего в здании United Tower 48 этажей. Отель занимает 19 этажей здания. Все номера с панорамными окнами и шикарным видом на Монамо. Остальные этажей здания United Tower заняты престижными офисами. Я пыталась долго понять, что напоминает мне закрученная форма здания United Tower. И оказалось, что мне оно напоминает токарное сверло огромных размеров. А вам? Размер номеров в отеле Винхам Гранд Монамо от 45 до 120 квадратных метров. Номера безупречно спроектированные и элегантные. Ведь через панорамные окна на Монамо захватывает дух. На мой взгляд, отель современный и безупречный. Локация отеля прямо на набережной Бахрейн-бэй. Рекомендую, если вы решили провести одну или две ночи в Монаме. Ребят, всем приветик. Пришла на центральный рынок Монамы, который называется Баб-аль-Бахрейн. То есть ворота в Бахрейн. Ну, в общем, иду смотреть, что здесь есть. Ну вот, ребят, начинается все с золота, конечно. Вот они, золотые жемчужные магазины. И даже вон натуральные жемчужинки есть. Ой, сувениры, сувениры, национальная одежда. И снова золото. Ну, знаете, что я вам хочу сказать? Рынок очень интересный. То есть все в арабском стиле. Вот эти вот арабские светильнички. Сейчас даже зайду сюда в магазин. Арабский парфюм. Интересно. Арабская посуда тут есть тоже. Лампа Аладдина. Смотрите, ребят, еще здесь есть вот такая вот мебель под старину. Ну, в общем, интересный рынок. Настоящий, аутентичный арабский рынок. Причем, ребят, он огромный. То есть я так понимаю, что здесь вот эта вот длинная-длинная-длинная улица. Это все рынок Бапаль-Бахрейн. Здесь снова украшения у нас. Ребят, а я снова пью карак-чай. Я, наконец-то, нашла его всего лишь за 300 филсов. То есть на набережной там какие-то бешеные цены в Бахрейне. Ну, а здесь как бы на рынке вот есть небольшие такие кафешечки, где можно тот же самый чай карак выпить, соответственно, не за 2 динара, а всего лишь за 300 филсов. Пожалуйста, тут вот снова золотишко. Ну, то есть кругом золото, золото, золото. Ребят, смотрите, какие. Какие здесь огромные продаются кольца с рубинами. То есть 21 карат золота, арабское бахрейнское золото с рубином. И вот, например, вот такое вот кольцо, оно стоит... Какое количество здесь стоит? 200-25 бен. 285 бахрейнских динаров. Но здесь рубин, он просто огромный. Он прям реально огромный. В общем-то, если перевести в доллары, то это будет 603 доллара. Вот такое вот огромное кольцо с огромным рубином. А вот такое вот кольцо, оно стоит 745 долларов. Ребят, смотрите, вот такие вот сережечки. 560 долларов стоят. Есть еще с камнями. Ну, примерно такого же дизайна. Но с камнями они получаются подороже. То есть порядка 700 долларов. Ну, знаете, что я вам хочу сказать, ребят? Несмотря на то, что рынок однообразный, здесь продаются сувениры в основном. И золото, ну, и ковры, которые, собственно говоря, мне не нужны. Они здесь есть. Тем не менее, ребят, золото здесь стоит дешевле, чем на золотом рынке в Арабских Эмиратах. Как ни странно. То ли у нас в Арабских Эмиратах комиссию большую добавляют, то ли что. Но здесь золото дешевле. Опять же, если вы посмотрите, здесь и другой дизайн. То есть дизайн все-таки Бахрейна отличается от дизайна золотых изделий Арабских Эмиратов. То есть немножко другой. Смотрите, ребят, традиционная бахрейнская еда. Тут очередь за ней стоит. Это вот такая вот спайсис самбуса называется. Но говорят безумно вкусная, потому что реально, ребят, стоит очередь за ней человек 20. Ну что я вам хочу сказать про рынок в Бахрейне. Здесь интересно по-своему, да. То есть люди очень доброжелательные. Все мне все подсказывают. Все мне все рассказывают. И, кстати говоря, золото здесь гораздо дешевле, чем в Арабских Эмиратах. Что меня, честно говоря, сильно удивило. Да, другой дизайн. Но золото здесь дешевле. Ребятки, тут еще, оказывается, есть ряды. С Луи Вуитоном, с Прадой и со всем остальным. Представляете? В общем-то, ребят, все как у нас на родине в Арабских Эмиратах. Специи здесь продаются. Сеты целые, специи продаются. Комплекты, в смысле. Что только здесь нет. Да, вот такие вот есть. Кардамон, Глаздика и все остальное прочее. Какие-то вот такие вот странные макарошки. Перец острый. Обувь, ребят. Сколько Найка-то вообще. Мотаться просто. Адидас, Найк. Все подделки, но все есть, ребят. Каких только нет кроссовок здесь. Ага. А вечером я решила подняться в бар, который находится на самом верхнем этаже Ротана Даунтаун. И откуда можно увидеть всю Манаму, но уже ночью. Ротана. 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 всем доброе утро ребят вот такой вот вид открывается из моего окна с утра из отеля ротана даунтаун на манаму то есть вот они высотные небоскреба манамы все как на ладони ну я считаю что на виде экономить нельзя но единственное что вот еще если бы стекла конечно были почище в этом отеле то тогда было бы вообще все прекрасно а у меня на сегодня все дорогие мои подписчики в следующем своем видео я вам обязательно покажу форт калаталь бахрейн с момента строительства которого прошло 5000 лет я вам покажу национальный музей бахрейна и покажу еще один отель в котором я отдыхала в самом центре манамы с вами была елена из бахрейна всем пока пока всем хорошего дня отличного настроения и интересных путешествий а Редактор субтитров А.Семкин